Да, Дим, привет. Да, Оль, привет. Да, расскажи, что сегодня было в Донецке, где ты был? Ну, я не знаю, что в целом было по всему Донецку и во всем Донецке, но то, что видели, мы находились на высотке 16-этажки недостроя, на котором мы ранее уже снимали, открыли для себя такое место, точку съемки, и вели оттуда видеофиксацию арт-дуэли. С момента, как я нахожусь в Донецке 7 января с Рождества, это был самый ожесточенный бой сегодня. Артиллерия, системы РЦ, системы замкового огня, минометы, гаубицы, то есть сегодня все-все-все работало, грады работали. Все, что вы сейчас видите вокруг, это все задымление, это не туман, солнце еще не ушло, то есть темно на улице стало просто потому, что все-все-все в задымлении. Огонь ведется вот с этой стороны, где-то отсюда, где-то там, говорят, есть шахты. Аэропорт находится в данном... У меня за спиной, блядь. Да оттуда. Да. Фактически мы наблюдали, как аэропорт равняется с землей. То есть вот у нас обзор 360 градусов, 180 градусов мы видели вспышки, выстрелы, входящие, исходящие, обмен снарядами между силами, высовую ополчение. Это как только там начало уже темнеть, а потемнело там раньше, чем должно, поскольку настолько дым с разрушений, с пожаров, которые в аэропорту и вокруг аэропорта заслал небо, что солнце вышло раньше положенного сегодня. И плюс, когда мы с коллегой поняли, что огонь ведется уже непосредственно с того квартала, в котором находились мы и находится эта высотка, мы не видели, подтвердить это не можем, но судя по звукам, это было так. Итак, мы решили срочно ориентироваться, поскольку вполне вероятно, что мог быть ответный огонь, скорее всего, в угол. Но мы этого уже, слава богу, не застали на том месте, где находились, потому что... Ну, это и так достаточно напряженно, дневные системы, сворачиваемся отсюда, не можешь повлиять, а ты знаешь, что все в руках господа. И мы отсюда уходим, покидаем помещение. Повалили отсюда. Ты как фотоаппарат забрал свой? Давай-давай-давай-давай-давай, пошел-пошел-пошел-пошел. Уходим-уходим-уходим. Мы не будем ждать. Это здесь рядом уже ложится. Да. Ого, та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та. О, о. А ты-ба-ты, шли солдаты, а ты-ба-ты на войну. Ху-ху. Маруся, ши-ти-та-та-та-та-та. Маруся. Иди с соседших. Тра-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Сюда-сюда. Опа. Дай руку. Уходим туда. Здесь же ненадежно. Пойдем. А вон ребенок гуляет, смотри. Такси, такси. Вези меня, вези. Можем выехать из себя? Можем. Поехали. Ну, вот так. То есть, все как обычно. Работают. Ну, то есть, люди идут по своим делам. Дети идут. Школа. Сегодня, я не знаю, были школы, не было школ. Но сегодня активно взялись за аэропорт. Я поняла. А на завтра у тебя какие планы? На завтра планы готовить телемост. Мы ведь завтра будем устраивать телемост. По крайней мере, в Донецке об этом еще никто не знает. Но я думаю, что эта идея будет поддержана. И завтра целый день я буду заниматься тем, что буду ездить и убеждать людей выйти на телемост. Я думаю, что нам будут интересны люди, которые занимаются жизнедеятельностью города. Это пожарные, это медики, это люди, которые выезжают на аварии, электрики, МЧС. Вот люди, которые непосредственно поддерживают жизнедеятельность города под обстрелом. Это те настоящие герои, которые остались на своем месте, никуда не уехали, не покинули город. Я поняла. Хорошо, Дим, спасибо тебе большое. Да. Да, отдыхай и береги себя. Пока. Да, давай, пока. Дивіться, унікальний військовый телемост. На 17-му, рівно 18-й.